Музыка Людям подменили формат мышления, понимаешь? Людям подменили ценности. Вот откуда идут проблемы. У нас сейчас нет нормального мышления в обществе, Миша. У нас сейчас нет в обществе нормальных ценностей. Нормальных человеческих ценностей. Люди за деньги готовы на все. А что такое деньги? По сути, ничто. Деньги — это бумага. Именно. Вот они за резаную бумагу готовы на все. Как вот я тебе приводил пример с росгвардейцем, он готов пытать и убивать ради этой резаной бумаги. Вот этот вот народ, да, то есть необразованный, неграмотный, они готовы делать все, что угодно ради этой резаной бумаги. Вот эта интеллигенция, которую всячески пытаются настроить на эти либеральные ценности. А что такое либеральная ценность? Это психология наемника. Понимаешь? Да, да, да. Либерализм — это психология наемника. Да, то есть, как бы система тебе дает урвать, и ты это берешь. Именно. Именно. А что такое наемник? Вот задумайся сам, что такое наемник? Вот он кому-то нужен? Да, он может быть никому не нужен. То есть... Он нужен ровно до того момента, пока в его услугах есть нужда. Понимаешь? Именно нужда. То есть наемника нанимают только тогда, когда других вариантов нет. И от него избавляются сразу же, как только нужда в его услугах пропала. Самое смешное, что общаюсь сейчас с либертарианцами, не с либералами, а с либертарианцами, более радикальная форма, они этого не отдубляют вообще. Им не надо. Они считают, что свободный рынок будет, и они будут в рамках этого рынка, рынка всегда востребованы. Миша, еще раз тебе объясняю. Кривое мышление, понимаешь? Подмена ценностей. Вот эта фигня, она пошла с середины 80-х годов. Да, то есть личное важнее общественного. Личное важнее общественного. И людей к этому приучали любыми способами. Им это вдалбливали, понимаешь? Поэтому у людей кривая система восприятия реальности. Кривая. Они не понимают. Есть возможность хапнуть здесь и сейчас, значит, надо хватать. Как животное, понимаешь? Вот возьми людей вот из этой вот властной вертикали. Вот мне реально, вот на полном серьезе тебе говорю, мне вот этих людей искренне жалко. Потому что я знаю достаточно большое количество людей, кто хорошо встроен вот в эту вот властную вертикаль. Они прекрасно себя чувствуют, у них все хорошо, у них есть деньги. Но они сейчас не знают, что делать. Потому что они не могут оттуда выйти. Вот они чуйкой своей чуют, то есть вот у них вот есть вот этот вот нюх, то, что все, жопа загорелась, надо бежать. А они выйти из системы не могут. Потому что все замазаны. Замазаны. Замазаны все сверху донизу. Это вот знаешь, как вот мартышек в Африке ловят, да? Кладут банан, там, или там орех какой-нибудь в кувшин с узким горлышком. Вот бежит мартышка, безмозглая. Вот лапу свою в кувшин хвать, вот этот вот орех, а вынуть назад уже не может. Понимаешь? И отпустить орех не может. Вот наша сегодняшняя вертикаль власти это вот такие вот мартышки, вот такие вот животные, которые схватили вот этот вот орешек. И отпустить они его не могут. Это страшная ситуация, понимаешь? Ну да, это как бы, но с другой стороны, с другой стороны, они ведь скорее всего понимали, на какой риск идут. Понимаешь? А, они понимают. Ты пойми, то что в данном случае есть определенные правила системы. Правила системы. И эти правила люди очень четко соблюдают. Вот возьми там вот этих вот полковников, которые сейчас сидят там за квартирой с деньгами. Да, то есть там вот этот вот мусор, ФСБшник. Вот они сейчас сидят. Они молчат. Они не имеют права сдавать свое начальство. Они не имеют права сдавать своих друзей. То есть это вот внутренние правила системы. Они четко осознавали, когда вот они вот занимались вот этими вот... Ну понятно, что это общак, да, то есть это не его личные деньги. Но когда он брал на себя вот эту вот ответственность заниматься общаком, человек очень четко понимал, соответственно, как только вот эти вот вещи, если они коснулись уголовного дела, и вот ему придется лично за это сидеть. Каким-то образом улучшить свою жизнь, да, то есть сдать там вот этих вот своих подельников он не может. Потому что если он это сделает, если он это сделает, это кончится тем, что его родственники потеряют все. Абсолютно все. Возможно даже жизнь. Возможно даже жизнь. И он потеряет жизнь. Да, потому что наши тюрьмы, это наши тюрьмы. И скорее всего он умрет первым. Еще до того, как ограбят родственников. А родственников обязательно наградят. Потому что это урок всем остальным. И они вот в этой вот системе живут. Понимаешь, это страшная ситуация. Да, то есть вот есть как бы описанные правила, это законы. Их можно не соблюдать. Но есть неписанные правила. Вот эти вот понятия, которые существуют внутри системы. Вот их соблюдать обязательно. И они сейчас, вот каждый из этих людей, вот они за последний год начинают понимать то, что если у тебя есть деньги, если у тебя есть какая-то собственность, ты для своего собственного начальства становишься кабанчиком. Понимаешь? Да. Кабанчик. Как в 90-е. То есть ты не для себя зарабатываешь и для них зарабатываешь. что-то Да. Вот ты что-то делал, пока были вот эти жирные годы, ты что-то смог накопить. Ты считал, что у тебя все хорошо. А сейчас вдруг выяснилось, то, что вот это все хорошо могут в любой момент отнять. Более того, понимаешь, люди, которые пытаются сейчас уволиться, да, то есть уволиться каким-то образом сбежать там за границу или просто где-то затеряться, они сталкиваются с тем, что им начальство говорит о открытом тексту. С тебя откупные. Понимаешь? У вас нет. Пиши заявление по собственному желанию, ты уволишься. Ну, заплати. У меня товарищ один со мной на заводе работал. Он, короче, в 2010 году попал под первые чистки по реформе ВД были. И он, короче, попал вот это. И, короче, говорит, мне как человеку, который попал под сокращение, мне должен быть большие выплаты. Но мне сказали, что ты про эти выплаты забудь, иначе мы поднимем все твои косяки и вообще сядем. Понимаешь, все, кто работает в системе, это касается абсолютно всех. Всех ветви власти. у нас ветви власти очень четко определены. Это соответственно вот эти бандиты, менты, ФСБшники, те же попы и так далее. Они все замазаны сверху дониз. На каждого существует как минимум чемодан компромата. На кого-то мешки. Поэтому просто так ты из этой системы выйти маршрута невозможно. И он пошел работать на завод. А куда деваться? Куда деваться? Это людям деваться некуда. Более того, я знаю тоже несколько человек, которые выехали за границу. Здесь расплатились со всеми долгами, заплатили откупанные и все здесь продали к чертову и матерю. И уехали за границу. Люди стоят от 10 до 30 миллионов долларов. Они искренне верят в то, что они сорвались. На чем построена эта вера, я не понимаю. То есть они считают, что про них забыли, да? Ну да. Притом это искренне, это именно вера. Понимаешь, вот как люди верят в Бога, точно так же они верят. Не, ну а что такое вот эти 10-20 миллионов долларов? Это же ни о чем. А по мне забудут. Про скрипалей тоже одно время забыли. Ты понимаешь, если есть более жирные куски, тебя никто не тронет, ты никому не интересен. Но как только более жирные куски кончатся, тебе придут. Это игра. Вот это реально. Вот эта бездумная, слепая вера в то, что мне повезет. все мы надеемся на хорошее, иначе жить было бы невозможно. Миш, ты понимаешь, можно надеяться на хорошее, можно надеяться на хорошее. Если как я уже говорил, ты образованный если ты человек, которого здесь ненавидят. Да, если ты образованный, успешный, богатый человек, то есть если ты заработал свои деньги, честным путем, ты можешь надеяться на хорошее. У тебя сложно что-то отобрать, потому что ты заработал деньги честно. А много ли у нас в России таких людей? Если ты сам отбирал, убивал и так далее. Это опять-таки возвращаемся к этим российским путинским обывалам, которые приветствуют мясорубку в Сирии и всерьез надеются, что их такая судьба не затронет. Они тоже в это верят. Я тебе так скажу. Смотри, мясорубки были, есть и будут всегда. Да. Любое государство, любое государство абсолютно, оно всегда отстаивает свои интересы и будет отстаивать свои интересы. И за пределами государства тоже. поэтому даже если ты украл денег здесь и сбежал туда и тебя какое-то время не трогают, это вовсе не означает, что о тебе забыли. Это просто означает, что на данный момент есть более вкусные и интересные куски. Но за тебя возьмутся сразу, как только вот эти более интересные и вкусные куски кончатся. Вот и все. А если учесть то, что у нас в ближайшем будущем все равно будет меняться власть, она будет меняться. Вот эта путинская команда она уйдет в ближайшие годы. Максимум, сколько они продержатся это года 3-4. Это максимум. Ну то есть как раз до следующих выборов по большому счету. Даже меньше будут. Они не доживут до следующих выборов.